Говорят, что если положить шампанское в микроволновку, то оно рванет так, что разнесет ее на мелкие кусочки. И это мы сейчас попробуем проверить. Не пытайтесь повторять увиденное у себя дома. Все трюки выполнены профессионалами. Я выбрал бутылочку потолще, попрочнее. Чтобы лучше рассмотреть, что же произойдет, разогревать ее будем снаружи. Для этого я снял с микроволновки магнетрон и с помощью консервной банки сфокусировал СВЧ-лучи на бутылке. Все, давай напрогай. Включаю. Держи. Микроволны медленно и равномерно прогревают содержимое, тем самым повышая давление внутри бутылки. Слышишь, там что-то бурлит в нем. Бурбашит. Лучше уйди-ка оттуда, может закрепишь его как-то, положишь, чтобы сам без тебя лежал магнетрон. Сейчас будет. Бутылка сильно нагрелась, но не лопается, не выдавливает давлением пробку. Сейчас. Казалось бы, все содержимое должно выкипеть. Как вдруг... Шампанское загорелось. Вы представляете, какое-то жареное шампанское. Что это такое? Вы видите, что вы подушили. Чернобыльский пожар. Помогите нам. Адельтивное шампанское вспыхнуло. Вы это видели? Ого. Гляньте. Гляньте. Гляньте сюда. Вот это детонация. Вот это жесть. Шампанское дало жару. Вот это жесть. Ничего себе. Мамнетрончик, ты целый. Мамнетрончик, дорогой. О, весь черный. Жесть. Вы посмотрите, что от коробки нашей осталось. Она дымится. Почему она взорвалась? Почему загорелась? Из чего шампанское делают? Вы это видите? Не, мой опыт тоже. Ладно, мой взрыв был слишком сильный. Надо уходить в баночку. Что могло привести к столь мощному взрыву? Может пары перегретого алкоголя? Поделись роликом с друзьями. И никогда не суй шампанское в микроволновку. Опасная эта штука оказывается.